Камеры слежения за ситуацией на дорогах города, общественным транспортом, а также первые прототипы предметов телемедицины. Это выставка разработок и решений в области интеллектуальных транспортных систем. Как отметили участники, важно понимать, что ИТС – это не камеры на дорогах и датчики ГЛОНАСС в общественном транспорте, а нечто большее. Здесь мы представляем региональную навигационную информационную систему, которая состоит из восьми систем подсистем мониторинга транспорта. Это пассажирские перевозки, школьные автобусы, медицинский транспорт, наружные техники, ну и другие. И две специализированные подсистемы – это система информирования населения и адаптивное управление дорожным движением. Многие из этих систем уже внедрены в транспортную сеть города. Однако есть и инновационные. Например, устройство дистанционной телемедицины. В ближайшем будущем оно может почти полностью исключить человеческий фактор в предрейсовом осмотре водителей. Здесь можно измерить давление, температуру тела, а также уровень алкоголя в крови. После дистанционного медицинского контроля выдается небольшая наклейка, на которой сказано – допущен водитель к рейсу или нет. Конференцию интеллектуальной транспортной системы регионам открыл Николай Любимов. Он рассказал, что Рязанская область входит в число 36 субъектов страны, где реализуется федеральный проект «Безопасные и качественные дороги». От нашего региона участвуют такие города, как Рязань, Новомичуринск, а также Спасский, Клепиковский, Рязанский и Рыбновский районы. Николай Любимов подвел небольшую статистику за 2017 год. Губернатор рассказал, что в прошлом году на ремонт федеральных и региональных автодорог было потрачено более 1 миллиарда 200 миллионов рублей, на которые отремонтировали 178 километров дорожного полотна. В 2018 году на реализацию проекта будет направлен 1 миллиард 460 миллионов рублей, из которых 730 миллионов рублей средств из федерального бюджета. Мы планируем отремонтировать 41 объект дорожной инфраструктуры и 113 километров до автомобильных дорог, устранить 10 мест концентрации дорожных транспортных происшествий. Работа предстояла на 35 участках автомобильных дорог. На форуме обсуждались вопросы сохранности и содержания федеральных и региональных автодорог, и повышения качества и безопасности транспортных услуг. Главная цель, как отметил губернатор, это обмен опытом, а не набивание собственных шишек. В конференции приняли участие руководители региональных транспортных ведомств субъектов Российской Федерации, подведомственные учреждения Федерального дорожного агентства и представители исполнительной и законодательной власти федерального уровня. Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Астахов рассказал, что Рязань, как место проведения форума, выбрана не случайно. Почему мы и организовались, и предложили, и вышли с инициативой провести это мероприятие здесь, только потому, что увидели, что действительно Рязанская область один из лидеров в части внедрения интеллектуальных транспортных систем у нас в стране. На международном форуме было подписано два важных соглашения между членом Комитета по транспорту и строительству Государственной Думы Российской Федерации Сергеем Теном и генеральным директором Ассоциации РАДОР Игорем Старыгином. Документы включают в себя взаимодействие в сфере внедрения цифровых технологий транспорта и развития информационных и коммуникационных технологий. Этот день мы приближали как могли. Впервые в рамках мероприятия состоялся молодежный хакатон, посвященный разработке программ и проектов, связанных с цифровыми технологиями на транспорте. В нем приняли участие три рязанских и два московских вуза. Международный форум ИТС регионом продлится до 30 марта. На следующий день участники обсудят вопросы создания эффективных и региональных ИТС. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.